Как вы считаете, рядовые чеченцы поддерживают Кадырова сейчас в этой войне? Конечно нет. Я здесь хочу, наверное, пользуясь этой возможностью и обратиться, и разъяснить этот момент для украинцев. Дело в том, что чеченцы в своем большинстве, абсолютно большинстве поддерживают народ Украины, поддерживают саму Украину как государство. А сейчас сложилась такая ситуация, когда даже те, так скажем, пророссийски настроенные чеченцы, то есть это же у этих кадыровских солдат, у них есть отцы, матери, родственники. Вот сейчас сложилась такая ситуация, когда даже они видят, что на убой отправляют их детей, они не на это рассчитывали. Они какое-то время, возможно, получали некий профит от того, что их дети работают в этой кадыровской системе, в российских силовых структурах. Но когда их детей отправили в Украину, и там их начали реально убивать, а мы сегодня видим очень шокирующие кадры, как сотнями этих солдат убивают на территории Украины. Мы видим, как их берут в плен, как им дают звонить своим матерям. И вот сейчас это такой момент, когда даже те, кто был, может быть, нейтрален в ситуации или был даже пророссийски настроен среди чеченцев, даже эти люди сейчас очнулись и проснулись. Поэтому народ в Украине должен понимать, что чеченцы поддерживают их, как и весь цивилизованный мир в этой захватнической оккупационной войне мы поддерживаем Украину. Путин сейчас поставил в такой режим готовности во внесение особой службы и стратегические войска. Вот что серьезно. Путин сейчас стал перед выбором, когда он облажался в Украине. Это уже очевидно. Он не рассчитывал на такую затяжную войну, он не рассчитывал на такие... На сопротивление украинцев. Конечно. Он думал, что это будет такая быстрая победоносная война. Даже вот этот вот опубликованный на телеканале «Россия» график, да, как они там собирались. Это вот у нас дежавю сразу с Грачевым, когда Грачев говорил, что одним воздушно-десантным полком он возьмет Грозных за два часа. И погрязли там на несколько лет. Вот сейчас такая же ситуация. И когда Путин облажался, Невзоров сказал очень правильно. У него сейчас выбор либо пустить пулю в лоб и покончить с собой, да, как офицер КГБ, либо нажать на красную кнопку. И вот почему-то мне кажется, что выбор он сделает пользу красной кнопке. Сейчас нужно вот этот момент обсуждать. Россияне оказались на самом деле под ударом, потому что первая страна, которая в случае ядерной войны пропадет с этой планеты, это будет Россия. Мы понимаем, что да, она несет, конечно, урон, да, очень много людей погибнет, но в первую очередь погибнут россияне. В первую очередь пострадает Россия, потому что то, что прилетит обратно в Россию, это будет гораздо мощнее, гораздо больше, чем может себе позволить Россия. Поэтому вот это сейчас основная проблема, к сожалению. И вот это вот акцентирование внимания на кадыров и на чеченцев, я бы от этого тоже хотел бы уйти. Я не понимаю, почему столько внимания уделяется этой персоне и нашему народу, когда ситуация настолько глобальная, когда ни кадыров, ни чеченцы в целом ничего поменять в этих глобальных событиях не могут. Мы такие же жертвы, наверное, этой ситуации. Мы точно так же, как и все, пострадаем, если эта ситуация выйдет на какой-то глобальный уровень. Я в целом согласна с вашими словами, не согласна только с тем, что все мы жертвы. Я считаю, что те люди, которые сейчас воюют в Украине со стороны путинских войск, это не жертвы. Это агрессоры, это оккупанты, это помощники Путина. Это люди, которые сейчас убивают безвинных людей на территории чужого государства. Независимо от национальности, это эти люди военные преступники и выполняют чужие незаконные преступные приказы. И должны понести ответственность, если они вообще выживут в этой войне. Я, конечно, полностью с вами согласен. Если мои слова кем-то были поняты, или, может, я неправильно выразился, если кто-то подумал, что я считаю этих людей жертвами, то, конечно, это не так. Я полностью с вами солидарен. А те, кто пришли на территорию Украины с этой войной, это оккупанты. Нет никаких сомнений, они должны быть уничтожены. Либо уничтожены, либо они попадут в плен, либо они уйдут. Там другого выбора нет. Понятно, что украинцы на их стороне сегодня правда, на их стороне весь мир. Я полностью поддерживаю этот тезис, что эта армия, эта оккупационная армия, в этом нет сомнений. Я имел в виду, что жертвами глобальной какой-то войны, если она произойдет, Третьей мировой войны, будут рядовые россияне. Все мы с вами окажемся жертвами, в том числе и чеченцы. И в этом плане, к сожалению, мы находимся на пороге вот этих вот глобальных событий. Я надеюсь, нам удастся выжить. В этой войне, в этих событиях.